Когда человек верит, это путь. Вера связана с любовью. Нужны отношения, чтобы была вера. Нет отношений, нет веры. Как можно верить чужому человеку незнакомому? Нет отношений, нет веры. Лицемерие — это когда ты что-то хочешь. Вот, допустим, если я сюда пришел, у меня цель — деньги. Там собрались у вас деньги, и у меня эта цель. Тогда в этом случае я не смогу вам говорить правду. Лицемерие означает другая цель. Не цель — приносить счастье, а цель — использовать как-то хитро, использовать людей. Опять же, для своего труда. Поэтому лекции не могут быть работой. Знания невозможно передавать как работой. Это не должно быть работой. Это должно быть бескорыстной деятельностью. Бескорыстной. Тогда это работает. Но если есть корысть у человека, который дает знания, это уже будет то, что вот девушка сказала. Будет лицемерие уже. Как же преподаватель, который передает знания, работает? Преподаватель, который передает знания, работает. Но всегда в этой работе есть два направления. Смотрите, следите сейчас. Вы задали вопрос, очень важно. Следите за моей мыслью. Смотрите, два направления. Первое направление. Вы видите перед глазами детей, которым надо помочь. Это одно направление жизни. Второе направление. Вы видите перед глазами деньги, глядя на детей. Чувствуете разницу, нет? Есть два типа людей. Одни из них работают преподавателем, а другие преподают. Преподавание – это путь милости. А работа преподавателем – это путь несчастных людей, которых дети оскорбляют, мучают и не дают им покоя в жизни. Когда человек любит детей, ему не нужно ничего. Дети сначала проверяют его, что он такой или нет, а потом очень сильно любят его. Такой человек все сердце детям отдает. Вот вы меня сначала испытываете на лекциях тоже. Мы не дети, взрослые, но вы все равно испытываете. Вы не будете сразу верить. Вы меня испытываете. Так? Видите, путь милости отличается просто от работы. Любой человек приходит на работу. Он работает. Но у него есть два варианта. Или он просто хочет сделать приятное тем людям, с которыми рядом находится, начальнику, старшим, младшим, всем. И он заботится обо всем. Второй приходит на работу и просто пашет там. Тот, который хочет сделать приятное, и тот, который пашет. К нему разные отношения будут у коллектива или нет? Разные. Видите, есть путь милости, когда люди из подвали заботятся. Зарплата одинаковая будет, но отношения разные. Допустим, если человек попал в беду, который вот так заботится, все будут ему помогать. Там законы уже не действуют. Ему нужен дополнительный отпуск. Все скажут, давайте ему дадим дополнительный отпуск. Это особый человек. Ему можно сделать исключение. Путь милости не требует большого напряжения в жизни. Напряжение только в том, чтобы к ним пойти. Потому что всегда человеку легче жить в сфере бездушных отношений, чем в сфере любви. Шаг в сторону любви – это всегда подвиг. А просто жить легче. Но там все строгали. Но чтобы сделать шаг в сторону любви, для этого нужна молитва с утра. Потому что без милости старших ты в эту атмосферу милости, в настроении милости войти не сможешь. Я пришел в лекцию как-то читать детям. В техникум один. И лекция была о вреде алкоголя. Это была программа. У меня есть один близкий человек, Владимир Георгиевич Жзанов. Он возглавляет проект «Общее дело». То есть он борется с пьянством в нашей стране. И я решил помочь ему. Поехал в какое-то училище, техникум. И начал читать лекцию о вреде алкоголя детям. Я попал в уникальную ситуацию. Никогда такие лекции не читал. Дети разговаривали друг с другом, вообще меня не слушали. Их согнали в эту лекцию. Они не хотели сами идти. Их загнали в этот зал. Там было 300 детей где-то со всей этого училища для техникума. В Москве это было. Они меня не слушали. И просто разговаривали между собой. А я должен был им читать лекцию о вреде алкоголя. Что делать? Сидеть желать. Я желаю вам счастья. Они будут угорать на дом на пристанице. Дети любят посмеяться на старшем. Путь милости. Что это значит? Путь милости это путь любви. Путь милости это путь любви. Да, можно правильно говорить. Посочувствовать им. Это путь любви. Это путь близких отношений. И я был в шоке. Когда человек в шоке, ему больно. Он не может любить. Мне хотелось на них орать в это время сказать. Вы деграданты. Такие стеки. Не слышите знания. Не хотите слышать знания. Я жизнь прожил. Я вам знаю. Как вам помочь. Это интересно. Я успокоил себя. Сказал. Нет, это неправильно. Я не буду так себя вести. И я увидел в этом зале одну девочку, которая просто смотрела на меня с интересом. По-человечески. Ей не все равно было, что я буду говорить вообще. Просто она смотрела на меня и думала, вот дядя. Он какой-то необычный. Он не как все преподаватели. Он какой-то другой. И она смотрела на меня очень внимательно. И я начал разговаривать только с ней. Я начал смотреть на эту девочку. И ей рассказывать. Вот именно для нее читать лекцию. Знаете, что произошло дальше? Нет, все болтали между собой. Потом появился еще один мальчик, который вдруг тоже раз и начал на меня смотреть. Я начал для него рассказывать, также для этого мальчика. У нас были близкие отношения. Я читал только двум человекам лекцию. Только двум человекам. Больше никому. Все остальные разговаривали. Я думал, пожалуйста, пожалуйста. Я только говорю, разговаривайте потише, а то они меня не слышат. Вот эти два человека, которыми я читаю лекцию. Дальше что произошло? Через какое-то время. Большинство детишек уже слушали.